Здравствуйте, дорогие друзья! Весной мы с вами сеяли перцы на рассаду и очень многие просили показать какой результат, какие выросли плоды. Я напомню, что мы сеяли вот такие два перчика, какаду красный и какаду желтый. Очень хорошие перцы получились и сочные, и очень ароматные. Ну, а многие еще тоже спрашивали, как вы выращивали, потому что вот плоды-то мы видим, а нам интереснее было бы узнать, как подкармливали, как поливали и так далее. Сейчас немножечко про сорта. Вот когда я вам весной показывала эти семена, многих насторожило то, что это среднеспелые сорта, и вроде бы в средней полосе стараются все выращивать ранние. А я вот вам хочу показать, что даже такие среднеспелые очень хорошо созревают. И первый-то урожай я сняла с этих растений еще в июле. И мы были в отпуске, не снимали ролики, сама я с камерой не умею обращаться, я сделала только фотографии. Ну, и сейчас я вот по одному плоду, такому уже большому, оставила здесь и вот на том растении. А все остальное я сняла и в основном-то снимала это в технической спелости, пока плоды были зеленые. То есть вот смотрите, да, вот зеленый плод, он потом начинает дозариваться вот таким вот образом. Это как раз вот какаду желтый. Смотрите, какие плоды, вот они могут быть, судя по описанию, до 18 сантиметров. Ну вот какаду красный, видите, да, вот он практически такой и есть. Вот такие они плоды, очень, надо сказать, плотненькие, сочные. Прямо когда разрезаешь, ну, сок так и брызжет. Мы, кстати, с вами сейчас и разрежем, и снимем плоды с этих растений. Теперь про агротехнику, как я выращивала и что я под них туда добавляла. Ну, как мы сеяли на рассаду, вы все можете посмотреть наш прежний ролик. Была очень хорошая почва, поэтому очень быстро развивались эти растения. Крепненькая, здоровая, хорошая рассада у меня получилась прямо на загляденье. И схожесть очень хорошая была, практически стопроцентная. И мне, я даже вот с соседкой поделилась, у нее, кстати, тоже хороший очень результат. Прямо такие большие плоды выросли. Вот на фотографии я ее сфотографировала. Так вот, дальше, когда я уже стала пересаживать сюда, это были достаточно уже хорошие растения, и на них было много цветочков и уже завязей. То есть у меня уже завязи образовались еще на веранде, когда стояла там рассада. Чем я подкармливала? Когда у меня рассада набирала свой размер, когда ей нужно было окрепнуть, я вносила азотные подкормки. Это у меня был настой навоза. Потом я заменила его настоем травы из бочки. Я там крапиву настаивала. Ну, это все, наверное, делают. И дальше, когда уже вот я увидела, что достаточно уже большенькие такие завязи, я еще добавляла калийные подкормки. Много сейчас калийных удобрений. Можно и минеральные использовать калийные, и какой-то биогумус с добавлением калия тоже есть такие. То есть это вы посмотрите. Теперь о поливе. Вот чтобы такие хорошие плоды получились, чтобы они были сочные, чтобы они быстро набирали свою массу, очень нужны регулярные поливы. Если вы поливать не можете часто, пожалуйста, почву мульчируйте. И вот под этим слоем мульчи сохраняется влага, и почва всегда рыхлая. Тоже это важно для корней, чтобы они дышали еще. И тогда у вас будет вот хороший результат. Чем я мульчирую? Это у меня просто скошенная трава. Можно хоть сорняки положить. Если у вас нет травы, вот говорят, а у нас нет травы. Ну, возьмите опилки. Лучше, конечно, перепревшие, но под травой лучше. Там развивается сенная палочка, и она еще и растение защищает от болезней. Вот как это полезно. Теперь, вот что я сделала с этими плодами, которые еще в июле были собраны. Ну, часть у меня вот так замечательно поспела. Часть мы съели в салатах просто свежими, а я сделала еще зимние заготовки. Очень люблю лечь. Кстати сказать, для этого рецепта нужно или томатный сок использовать, или я вот делаю из помидор, из собственных помидор. И у меня помидор это тоже фирма Гавриш, как вот эти тоже семена. Вы рецепт увидите на фотографии. Получается очень вкусно. И вот мне нравится именно совмещать желтые и красные перцы. Когда берешь это лечо зимой, это еще и красиво, когда там разные такие кусочки попадаются. Когда я сняла вот эти зеленые плоды в июле месяце еще, дорогие друзья, это вот было какое-то просто вот как по волшебству, сразу моментально начало завязывать много-много-много плодов. И вот если посчитать вот на крайнем растении, вот на том растении, где уже нет крупных плодов, я их сняла, да, 12, 14, вот на том растении еще 13 завязей. То есть это уже достаточно такие хорошие плодики. А вот на этом вот вообще вон они какие большие. То есть второй урожай, он даже еще может быть будет превышать первый. Я всем говорю, что может быть и не стоит ждать полного созревания этих плодов на растении. Но вот здесь я специально оставила, чтобы показать, ну да, вот что они могут созревать у нас, несмотря на то, что среднеспелые сорта, могут созревать у нас в средней полосе здесь на растении. Сейчас мы с вами срежем эти плоды и еще их разрежем. Посмотрим, какие они там внутри. Ну что ж, дорогие друзья, вот смотрите, какие замечательные плоды. У нас в средней полосе можно выращивать такие крупноплодные. Хотя у меня вот есть и более мелкие, там тоже плодики. Они не менее вкусные, просто они помельче. И вы видите, что соответствует сорта тому, что на упаковочке, то есть производитель все заявляет абсолютно честно. Дальше я обязательно сейчас вам разрежу и покажу все это на срезе. Вот только что мы с секатором здесь сделали свежий срез, и это невероятно вкусно уже пахнет, даже от ножки. Посмотрите, какая толстенькая мякоть. Ой, ну просто вот жаль, что не передает камера все эти ощущения от этих ароматов. Вот это у нас кокоду красный. Вот такие они замечательные, толстенькие. Сейчас это мы разрежем вот так вдоль. И это у меня тоже пойдет в лече. Вот такие тоже. Вот какие красивые. Посмотрите, да? Видно, что он прям сочные, хорошие, красивые. Вот такие вот плоды созревают у нас в средней полосе. Можно выращивать смело и рекомендовать это своим соседям. Вот у меня-то взяли в этом году излишки рассады, тоже остались очень довольны. Если уже кто-то последовал моим советам и посадили такие растения, присылайте фотографии. У нас в ВКонтакте можно обмениваться фотографиями. Ну и вместе мы сделаем наш сад более урожайным и более интересным.